Здравствуйте, дорогие мои зрители, возлюбленные братья и сестры. Сегодня прозвучала интересная новость о том, что Киевский Патриархат пригрозил саботировать собор, который собирается провести в Украине Константинопольский Патриарх Варфоломея. Это очень интересная новость, которую я решил прокомментировать. Дело в том, что мне постоянно на днях поступали обращения подписчиков, зрителей, знакомых, батюшка, что там, как там, какие новости, прокомментируйте, пожалуйста. Но отвечать было нечего, потому что, по сути дела, я знаю не больше, чем вы, пользуясь теми же средствами массовых информаций, которые мне доступны через интернет. И поэтому, что вы знаете, то и я знаю. Вверха у меня доступа нет, и, как говорится, никакой другой информации я не располагаю, как той, которой располагаете и вы. Но вот то, что сегодня прозвучало, это очень интересный момент, и мне захотелось непременно сказать пару слов по этому поводу. Михаил Денисенко, возглавляющий Киевский патриархат, так называемый, бывший митрополит Филарет Киевский, заявил, что у него есть свои условия к этому собору, и если эти условия Константинополь не примет, то Киевский патриархат готов саботировать собор, то есть как бы в нем не участвовать. А мы, как он сказал, являемся крупнейшей украинской церковью, и без нас собор не состоится. Вы все знаете, дорогие мои, что митрополиту Ануфрию, предстоятелю Украинской Православной Церкви, поступило приглашение на этот собор, но приглашение было в таких, знаете, тонах выдержано, я бы даже сказал, в оскорбительных, что вот вы, митрополит Ануфрий, пока временно именуетесь киевским и всей Украины, как типа мы пока это допускаем, а вот после собора мы еще посмотрим, какой у вас титул будет, но уже не всея Украины. Да, я бы, конечно, сказал, что это и оскорбительно, и очень неуважительно, это прямо такое обращение как бы с вызовом, но митрополит Ануфрий, как я его знаю, очень смиренный человек, подлинно духовный архипастер, он не ответил на этот выпад Константинополя, он просто, как пишут в пресс-службе Украинской Православной Церкви, это письмо запечатал и отправил его обратно. Итак, Украинская Православная Церковь в этом соборе участвовать не будет. Киевский Патриархат, так называемый, сейчас поставил свои условия, если вы не принимаете наши условия, мы тоже не участвуем, а без нас, что это будет за собор? Ну, то есть, по сути дела, никого и не будет, никого уже не остается. Итак, что хочет Денисенко? Он ставит такие условия, голосование по выбору нового предстоятеля, новой так называемой церкви, которую создает в Украине Константинополь, должно быть гласным, хотя процедура голосования должна быть тайной, а он желает, чтобы она была гласной, и он желает, чтобы этот собор был только архиерейским собором, потому что Константинополь собирается на собор пригласить и духовенство, то есть священников, и мирян. Надо сказать, что Филарет, бывший митрополит, очень умный человек. Вот сейчас много пишут о том, что он из ума выжил, знаете, я вам скажу так, все, кто его близко знал в прежние времена, все его очень высоко оценивали. Это умнейший человек, который опытный администратор, опытный церковный политик, то есть вот в нем как бы все есть для того, чтобы возглавлять. Но, как мы видим, даже и умные люди запинаются, да и вообще, если посмотреть по истории, ведь все ересиархи, которые возглавляли какие-то ереси, были проводниками ереси в церкви, они все были очень людьми неглупыми. Многие были очень одаренными, очень знающими, образованными, владеющими словом, не случайно, потому что за ними толпы людей шли. Поэтому мы из этого видим простую очевидную истину. Не все умные люди живут свято, но даже умные люди зачастую подвержены страстям и побеждаются ими. Страсть властолюбие. Вот эта страсть, которую ввела бывшего митрополита Филарета в раскол, которая сделала его раскольником, вот она даже у этого умнейшего человека одержала над ним власть, одержала над ним верх. И как мы знаем, поместный собор русской православной церкви, который избирал нового патриарха после смерти святейшего патриарха Пимена, этот выбор, это избрание совершил тайным голосованием. И митрополит Филарет в этом тайном голосовании проиграл. И был выбран митрополит Алексий, который стал патриархом патриархом и предстоятелем Русской Православной Церкви. В прежние времена, в прежние времена голосование было гласным. Это было в советское время, как и в партии, один кандидат и гласное голосование, и все голосовали так, как нужно партии. Так же было и в церкви. Один был кандидат, которого утверждала власть советская, и за него голосование было гласным. И понятно было, кто будет избран. Но когда Русская Церковь освободилась от такого давления власти советской, и поместный собор уже без всякого давления свободным волеизъявлением собирался для того, чтобы избрать нового предстоятеля, то это голосование было тайным, на котором, повторюю, Филарет проиграл. И вот теперь он хочет, чтобы голосование было гласным, чтобы под его насупленными бровями и его взором, его архиереи, которые будут участниками этого собора, все проголосовали, ну, понятно, за кого. Кого он сам укажет, или, может быть, за него самого. Вот. Поэтому он желает, чтобы голосование было гласным. И второй момент. Он не хочет пускать на этот собор ни низшее духовенство, священство, ни мирян, только архиереи. Почему? Потому что это наиболее, можно так сказать, управляемая для него среда, где он может свои взгляды насаждать. Эти все архиереи, так называемые, его киевского патриархата, все получили рукоположение от него. Они все его уставленники, все его последователи. Там его воля. Эта воля будет исполняться неукоснительно. Поместный же собор, ну, такой собор, в котором будут участвовать и священники, и миряне, может быть непредсказуем. Могут быть другие кандидаты, другие предложения, какие-то выступления могут быть, которые не согласны, не согласованы с ним, с Денисенко, бывшим митрополитом Филаретом. Поэтому он хочет голосование гласное и хочет участия в этом соборе только архиереев. Посмотрим, что ответит Константинополь. Уступит он или нет? Потому что руки ему явно выкручивают. Надо сказать, что в этом соборе Филарет заинтересован. Потому что этот собор как-то может легитимизировать киевский патриархат. Ведь в Рафаломее патриарх Константинопольский пообещал дать автокефалию. Я думаю, что автокефалию в полном смысле этого слова он не даст. Хоть пообещал. Потому что пожелает, чтобы вновь созданная церковная структура, как бы ее потом не назвали, какой-то там новой церкови украинской, она все-таки будет Константинополью будет подчинена. Я так думаю. Ну, поживем, увидим. Может быть, я и не прав. Посмотрим, как она выйдет. Важно только одно. Этот прожженный политик, этот, знаете, опытный политикан Михаил Денисенко теперь желает в мутной воде половить свою рыбку. Как оно будет? Уступит ли Варфоломея или нет? Ну, посмотрим. Собор нужен и той стороне, и другой. Вот такие на сегодня братья и сестры новости и такой расклад дел. Друзья, после того, как я снял это видео и просмотрел, оно мне не понравилось. Я вдруг в нем увидел себя, как некого обозревателя, знаете, отстраненного от событий. Существует какая-то повестка новостная, и вот комментатор об этом рассказывает, как будто его самого это не касается. На самом деле я хочу, чтобы вы поняли, что все, что в церкви происходит, все церковные проблемы и вот особенно сегодняшняя ситуация в Украине, это все мне очень близко для моего сердца. Я это все сердечно переживаю. Я понимаю, что раз Бог судил нам жить в эти времена, в эпоху таких испытаний церкви и испытаний нашей веры, мы должны, конечно, сплотиться. Мы должны помнить, что у этого церковного тела есть глава, которая есть Христос. И у земной иерархии Украинской Православной Церкви есть единственный законный предстоятель митрополит Анофрий. И вот без его участия, и без участия архиереев Украинской Православной Церкви никакой собор в Украине не может быть легитимным. Вообще собора быть не может. Поэтому то, что сейчас происходит, это не просто интересное событие, как я выразился. Это действительно то, что требует нашего осмысления и опять-таки усиления наших молитв. Прибудем, дорогие мои, в единстве церковного тела. Прибудем во Христе, прибудем в молитве. КОНЕЦ